Утро 24 февраля изменило наши жизни. Наверное, каждый украинец сейчас помнит этот момент, когда мы узнали, что Россия подло, нагло и жестоко начала уничтожать мирные украинские города. Люди проснулись под звуки взрывов. Одни не понимали, что им делать, другие судорожно собирали самые необходимые вещи, а кто-то готовился идти на войну. Понятно было только то, что нужно сохранить свою жизнь и жизнь своих детей и близких. Начиная с этого дня, многие украинцы решили бежать от войны, особенно когда речь шла о защите своих детей. Потому что ни один ребенок в мире не должен слышать вой сирен и звуки взрывающихся ракет, которые попали в чей-то дом, в котором кто-то больше никогда уже ничего не услышит. Меня зовут Семен, канал Мегашол ТВ. Начинаем. Когда украинцы начали искать безопасные места, на помощь пришли страны Европы. Они предложили все возможные льготы, бесплатное жилье, денежные выплаты, медицинские услуги, быстрое получение статуса беженцев и многое другое. Эту волну подхватили и волонтеры, которые предлагали свою помощь. Организовывали пункты приема беженцев прямо на границах для дальнейшего расселения. Для наших граждан это стало настоящим спасением сложившейся ситуации. В первый же день на границах собрались ужасные километровые очереди, причем не только из машин, но и из людей, автобусов и поездов. Людям приходилось проводить там десятки часов. Создавались тонны чатов, гугловских документов и групп в соцсетях, где украинцы делились информацией, где меньше людей на границе и где легче всего ее пройти. А в обратном направлении наблюдалась противоположная ситуация. В Украину возвращалось по несколько человек в день, и то это были в основном мужчины, которые выехали до начала войны. Но потом ситуация изменилась и начали возвращаться те, кто бежал от войны. И даже количество людей, которые въезжают в Украину, стало превышать количество покидающих. Так что же повлияло так на людей, что послужило причиной для сотен тысяч или даже нескольких миллионов украинцев вернуться. Сколько человек въехало и сколько вернулось? Для начала давайте поговорим о цифрах. Сколько человек выехало из Украины? Источников много, и все они дают разные цифры. Все потому, что посчитать невозможно, так как никто не знает, выехал человек на день или навсегда. Остался он, например, в Польше или дальше поехал во Францию или Испанию. Если подытожить все источники, которые я проанализировал, то выехало с Украины примерно 11 миллионов человек. Из них меньше миллиона вывезли в Россию, причем большую часть насильственным путем. Называется привет депортации народов времен Сталина. Но это совсем другая история. И вот сейчас вдумайтесь в эти цифры. 11 миллионов человек выехало из Украины. Еще около 8 миллионов человек выехали из своих домов, чтобы переехать в другое место в самой Украине. Ведь пересекать границу в основном могут только женщины и дети. Это самый большой миграционный кризис 21 века. Зато зазомбированные россияне пишут в комментариях, ничего страшного, потерпите. Просто нет слов. Вернулось же по разным данным более половины. Причем сейчас такая тенденция, что возвращается больше, чем выезжают. Неужели украинцев так плохо встречают разные страны? Злобные европейцы загоняют в рабство и отбирают паспорта. Для начала хочется еще раз напомнить о российской пропаганде, а также о ее применении. Они всегда какой-то частный, единичный случай выдают за постоянным. Это происходит всегда и везде. А потом этот случай разносится по пропагандистской сети. Тикток, там, ютуб, статьи в телеграме и так далее. Вот такими вот методами и создается какой-то негативный фон. Самое интересное, что куча зазомбирных россиян реально верят в то, что в Украине много фашистов. И давайте я расскажу, как это делается. Нанимается парочка людей, которые прямо на Крещатике могут крикнуть на камеру или кинуть зигу. Этот материал разгоняет все СМИ России. И вот уже все они говорят, что весь Киев кричит. Также и тут с украинскими беженцами. Российская пропаганда вбрасывает тонны материалов по двум направлениям. Первое, что украинские беженцы ведут себя отвратительно. Качают права, борзеют, бухают, дерутся и так далее. А второе направление, что им не рады в тех странах, которые их приняли. И что все уже устали и больше помогать никто не будет. Да, есть украинские беженцы, которые ведут себя нагло и отвратительно. Есть. На самом деле есть. Только это капля в море. Как говорится, в семье не без урода. Точно так же есть люди в других странах, которые относятся к украинцам плохо. Или пытаются даже как-то их обмануть. Такие тоже есть. И опять же, в семье не без урода. Но давайте немного отвлечемся. Друзья, понимаете, у меня нет связей в телевидении и я не супер-пупер какая-то медийная личность. Только благодаря вашим действиям растет этот канал. Ну и я продолжаю делать видео. Если вам действительно нравятся мои выпуски, то подпишитесь на канал, напишите комментарий, поставьте лайки и сделайте репост. Но в целом украинские беженцы ведут себя очень хорошо и принимают их также с открытой душой и большим сердцем. Также нужно понимать, что в разных странах создаются разные условия, так как и возможности стран разные. Особенно стоит выделить Германию, которая предоставляет украинцам жилье, бесплатную медицину, языковые курсы и пособия примерно 400 евро на человека. Также около полторы тысячи евро на семью платят в Швейцарии. Но за эти деньги нужно самостоятельно найти себе жилье. А например, в Канаде на каждого взрослого выплачивается примерно 2300 евро на человека, но единоразово и предоставляют жилье. Если брать в общем, то почти везде людям предоставляют жилье. И да, иногда приходится пожить в лагере для беженцев, но это носит временный характер. Везде людям дают бесплатную медицину и право работать. И в некоторых странах еще платят пособия, что уже очень и очень хорошо. И реально большое спасибо всем странам, которые помогают украинцам. Также хочется отметить и простых людей, европейцев. Ведь именно в Европе осела основная часть украинских беженцев и есть нереальное количество историй, в которых европейцы, простые люди, помогают как только могут. И дают свое жилье, и накормят, и подскажут, и дадут любые вещи, которые нужны украинцам. Помощь просто феноменальная. Это реально пример объединения всего хорошего, что есть в человечестве. Зато российская пропаганда кричит об обратном и пытается сформировать плохое мнение и о Западе, и об украинцах. И вот сейчас я не могу не удержаться. Это было бы очень смешно, если бы не было так больно. Путин, когда напал на Украину, подписал указ о помощи беженцам с Украины. В размере единоразовой выплаты. 10 тысяч рублей. Что примерно 100 евро. Чтобы люди купили себе все необходимое для жизни. Я заберу у тебя дом, работу, твою жизнь и дам тебе 100 евро. Ни в чем себе не отказывай. Ой. Но ведь и тут он солгал. Так как есть куча свидетельств, что люди этих денег не получили. Что ждало беженцев после пересечения границы? Преодолев путь от своего дома до границы, на другой стороне беженцев сразу встречают волонтеры, которые помогают сориентироваться в дальнейших действиях. Они накормят и помогут разобраться с документами и найти ночлег. Дальше нужно понять, куда ехать дальше и искать себе там жилье. Для украинцев есть много предложений бесплатно или за минимальную плату жилья. Как минимум всегда есть лагерь для беженцев. В общем, на улице никто не останется. Потом остается подать документы для регистрации и получения выплат и найти работу. Многие компании специально создают рабочие места для украинцев. Помимо этого, при предоставлении паспорта гражданина Украины вы можете ездить бесплатно в некотором транспорте, имеете право на обучение и получение медицинской помощи. Еще во многих городах есть волонтерские штабы, где беженцы могут получить абсолютно бесплатно продукты, средства личной гигиены и одежду. В связи с войной в Украине к нашим жителям относятся лояльно и с пониманием. На всех уровнях оказывается помощь информационная и материальная. Причины возврата украинцев Когда началась война, многие не задумывались о том, что будет дальше. Главной задачей было спастись от происходящего кошмара. Родители украинских детей решили вывести их из-под жестоких обстрелов российских оккупантов. Так как, повторюсь, ни один ребенок не должен видеть войну, не должен жить в страхе и под постоянный вой сирен. Люди не думали, как и за что жить дальше, а просто ехали куда-то в неизвестность. Но когда страх отошел на второе место и люди стали взвешивать все происходящее, некоторые приняли решение вернуться домой. Здесь сразу возникает вопрос, почему? Зачем ехать туда, где все еще водят сирены, свистят ракеты, летают самолеты и гибнут люди? Этому есть несколько причин. 1. Относительная безопасность. В начале войны Россия начала наступать по всем фронтам. Были захвачены части Киевской, Черниговской и Сумской областей. К счастью, спустя около двух месяцев ВСУ смогли вернуть эти территории. Поэтому люди смогли смело вернуться в эти области. Российская армия оказалась слишком слаба, ибо все оказалось разворовано, да и слабый моральный дух дал о себе знать. По сути, после первых дней, когда оккупанты смогли захватить достаточно много территорий, сейчас они не продвигаются. Только лишь благодаря огромным потерям им удается немного двигаться на донецком направлении. По сути, сегодня мы понимаем, что российская армия не сможет зайти в большие города, но ракетные удары никто не отменял. Из-за своего бессилия Путин расстреливает города ракетами. Почти каждый день ракета Путина летит убивать украинских детей. Второе. Воссоединение с семьей. Поскольку выезд за границу мужчинам запрещен, большая часть выезжавших это, естественно, женщины и дети. Они находятся не только вдали от дома, но и вдали от мужа, родителей и других родственников. Они только и думают, как бы поскорее вернуться. И даже небольшая опасность не становится преградой, потому что терпеть расстояние становится ну просто невыносимо. К тому же все уже понимают, что война затягивается, а дети растут без отца. Да и самим женщинам без мужа сложно. Как морально, так и материально. Третье. Дома все свое, а там надо создавать все с нуля. В Украине у людей уже все налажено. Есть свой дом, своя работа, свои друзья, свои врачи, свой спортзал, наконец. Тут это все надо начинать с нуля. А когда еще добавляется отсутствие знаний языка, то становится очень сложно. И некоторые не выдерживают и едут обратно домой. Четвертое. Россия не под боком. Помните, я говорил о том, что есть случаи, когда в Европе украинцам действительно не рады? Это очень редкое явление и в основном оно исходит от уже живущих там россиян. Мне недавно рассказывали такую историю. Украинцы пришли к доктору. Она оказалась с Россией. И вместо лечения начала рассказывать, мол, понаехали тут, жируете за наши налоги и так далее. К сожалению, такие моменты есть. И уживаться с соседями россиянами, которые ходят и в голове кричат Путин-царь, достаточно сложно. Пятое. Родина и желание чем-то помочь. Как сказала одна беженка, не могу сидеть в безопасности, пока мои знакомые в опасности. Поэтому я вернулась помогать, чем могу. Каждый сам для себя решает, где и как ему жить, чем он может помочь и какой он выбирает путь. Главное это то, что виноват во всех этих событиях Путин и поддерживающие его зазомбированные россияне, которые принесли все вот это вот горе народу Украины. Самое главное, поддерживайте друг друга, помогайте и распространяйте информацию о настоящей правде и о преступлениях России. Делитесь нашими видео. Себуде. Украина. Субтитры сделал DimaTorzok